Здравствуйте! Продолжаю цикл видео «Выпускные диктанты по сольфеджио» онлайн. Сейчас предлагаю вам второй видеоурок из этого цикла. Диктант мы напишем в тональности с тремя диезами. Что это может быть? Сразу можете... Если вы выпускник, вы явно знаете, что это может быть. Или ля мажор, или параллельная ей, то есть фа диез минор. Ну, здесь у нас будет фа диез минор. То есть тоник у нас будет фа диез, да? Как мы вот вам дали экзаменационный листик, листочек, обычно они с печатями, такие прям все серьезные. И вы расчерчиваете. С одной стороны, вы подписываете, скорее всего, экзаменационный диктант. И ученика такого-то класса, там, фамилию, имя, в общем, вам скажут, как подписать. А с другой стороны, вы расчерчиваете на диктант. Обычно это 8 тактов. Как вам расчертить? Вы ставите два скрипичных ключа на обеих строчках знаки, фа диез, додиез, соди в данном случае, и на первой строчке у вас будет размер. Я написала четверти. Сколько-то четверти, это вы узнаете, когда я буду играть. В конце ставим две тактовые черты. И здесь одну тактовую черту. Потом мы делим пополам и еще каждую половинку пополам. Получается ровненько 8 красивых ровных тактов. Ну, а теперь давайте приступать. Для начала мы с вами распоемся. Фа диез, но перед каждым диктантом обязательно следует распевка, хотя бы небольшая, минимальная. Фа диез, додиез, содиез. Знаки, пожалуйста, давайте споем вверх гаммы по тетрахордам. То есть сначала 4 ноты. Фа диез, содиез, ра си. А потом мы переходим вниз, на октаву вниз. И не на октаву, а додиез переносим на октаву вниз. Споем второй тетрахорд уже здесь, чтобы там не крещать. Так, видит какой мы возьмем, и давайте гармонически возьмем. Пожалуйста. Фа диез, содиез, ба си. Фа диез, ми. Фа диез, фа диез. Натуральный вниз давайте. Фа диез, ты и микро. Можно сказать. Фа диез, си. Фа диез, фа диез. А теперь давайте коротерезучие тонические, разогнутые желательно. Фа диез, да, додиез, искачем наверх. Не натягивайтесь, не пойте, ничего страшного. Вот главное. Додиез, фа диез. Вот это вот услышать, да? Так, теперь давайте на второй споем уменьшенное трезвучие, которое строится в натуральном миноре. Это какое? На седьмой повышенной или на второй? Это на второй, потому что седьмая повышенная, это уже признак гармонического минора. Значит, уменьшенное трезвучие на второй ступени. Фа диез, си, ха диез. Все, что поете в проспепке, очень-очень советую запоминать. Так, теперь дальше. Давайте-ка мы с вами споем, ух ты, какой интересный ход. Правда, высоковато будет, да? Ход на секс, который строится на четвертой ступени. Можно третьего на окталу вниз. Фа диез. Найдите пятую внизу. Фа диез. До диез. На путь на четвертую спуститесь. Си. И построите секс. Тут, где она закончится, на какой ступени? От си. Си, соль диез. Это вторая ступень. Си. И верхний модный звук спойте. Си. Са диез. И фа диез хочется разрешить. Так, хорошо. Теперь давайте споем с вами. Доминантовое трезвучие. На какой ступени? На пятой. Фа диез, до диез. Поем. До диез, до диез. А вниз. Су диез, до диез. И теперь интересный момент. От пятой ступени. До диез. Давайте развернусь. Спойте, пожалуйста, к ней хроматический вспомогательный звук. Что это такое? Это качельки вниз. На полтона всего лишь, да? То есть до диез. Обычные качели были вот так. До диез, си, до диез. А вам нужны хроматические вспомогательные. То есть мы си повысим, сделаем ее с диезом. До диез, до диез. Это такой случайный знак, встречный, не признак гармонического минора. Это именно хроматический звук у нас. Вот запомните его. Он у нас, возможно, будет встречаться диктателем. До диез, до диез. Теперь, пожалуйста, верхний тетрахорд. Гаммы вверх. Мелодический звук. До диез, до диез, до диез. Ну, я уже попищу, потому что это нам как раз будет необходимо. И давайте-ка доминантовый септаккорд споем, конечно же. Куда же без него. На какой? На пятый. До диез, ми диез, су диез, си. А вниз? Си, су диез, ми диез, до диез. Так, ну что, все запомнили? По ритмическим моделям давайте немножечко пройдемся. Вот послушайте, что я играю, и вы поугадываете немножко. Вот мы стучим восьмушками сами, да? Что это такое? Я стучу восьмыми. Восьмая, четверть. Восьмая, это синькопа. Так, хорошо. Что еще будет? Вот я три сыграла, простучала два раза. Два тела, что стучу. Так, будет слышнее. И плоховато лезет эта моделька. У нас не лезет одна моделька, седьмая, это триоль. Три восьмушки и троечка такая, напомните? Так, что еще интересного? Такое. Можно две подряд таких. Что это у нас такое? Рваный ритм. Два раза восьмушками я стучу, и мы играем. Это восьмая сточка и шестнадцатая. Пунктирный ритм. Шестая модель по нашей классификации. И вот такое. А вот это похоже на восьмую сточку и шестнадцатую, но мы стучим не два раза, а четыре. Три и один. Это девятая модель, четверть с точкой и восьмая. Итак, давайте послушаем наш диктат. Ваша задача определить размер. Я закроюсь немножко от вас. От греха подопишу, да, чтобы вы не видели, что я играю. От ребят тоже бывает закрываюсь. Хотя, конечно, в ваших же интересах не подсматривать это. Вам готовится выпускной. И вот у меня есть для графика. И разуме и без ответа. И вот у меня есть для графика. Итак, с сильной долей или со слабой начинается наш диктат. Какой же здесь размер? Что вы об этом видели? Давайте пробовать. Две чекарти может быть? Может быть, но тогда будет 16 актов. А три? А вот три не подходят. Никак. Какой вариант остался? Это 4 четверти. Запишите, пожалуйста, у себя 4 четверти. Когда вам играют первый раз пятаковый диктат, вы дирижируете, вся группа дирижирует. И нужно, чтобы уже в конце все как-то определились и дирижировали одинаково. Не то, чтобы поглядываете по сторонам, я не это вам советую, но как-то вот, чтобы все пришли к консенсусу в конце и дирижировали в одном размере. Тогда будет правильно. Ну, не знаю, как у вас, может быть, у вас такого не разрешают. Так, ну, давайте теперь подумаем, с чего мы начали. Мы начали вот. Ну, надеюсь, все услышали. Напишем первые две ноты. И в конце у нас было. Тоже, пока не буду больше ничего играть. Ваша задача сейчас определить, повторного строения диктант или неповторного. Вы можете переписывать или весь первый такт, или хотя бы его начало в пятый такт, во вторую строчку. Если да, прекрасно, это диктант повторного строения, вам будет уже легче. Итак, слушаем. Давайте-ка я сейчас положу ручку, чтобы знать, сколько раз вам играть. Так, у нас вот здесь будет лежать моя ручка в первый раз. Так, будем ее перекладывать потихонечку. Ну, готовы? Слушаем. 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 Последний такт, все, пожалуйста, напишите. Он очень простой, да? Сколько там вы нот услышали и думаете, какая же это будет длительность. Так, один раз. Я вам сыграла. Ну, теперь, пока вы работаете, да, поговорим немножко о методике написания. Я вам очень советую писать прямо вот во время проигрывания. Некоторые говорят, надо выучить сначала диктант наизусть, а потом его быстренько записать. Ну, это может уйти много времени, вы можете его так и не выучить и ничего не написать. Поэтому лучше все-таки вы пишите прямо вот, педагог играет, и вы пишите, куда хотя бы мелодия пошла вверх, сколько там было ноток, сколько шло вниз, пишите точечками. Большую ноту вы не успеете написать. И не пишите вот этих горохов незакрашенных, да? Пишите точечки, потому что потом эти точечки можно расширить и до гороха, то есть до половины, и до четверти. То есть немножко вы ее закрасите больше, да, и получится четверть. То есть сейчас я играю, а вы прям записывайте за мной все, что услышали. Берем карандаш и попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Я надеюсь, что вам не видно, если видно, надеюсь на вашу честность. Пожалуйста, не смотрите, что я играю на коля, то это не в ваших интересах, да? Так, ну что, у нас уже два раза. Обычно выпускной диктант играется, как и любой другой диктант, десять раз. Ну, не знаю, может быть у вас, может быть, не так что-то в школе. Ну, как правило, это десять раз. Так, что еще хотела сказать. Когда вы записали вот эти точечки, вы во время того, как педагог молчит, ничего не играет, по этим точечкам восстанавливайте в памяти контур мелодический диктант. Вы вспоминаете, что было дальше, можете тихенько про себя петь. Лучше, конечно, чтобы это было не вслух, а только когда сидите рискался и... Это не очень. Но, в принципе, иногда это очень помогает. Оно на экзамене, как правило, это запрещает. Но вы хотя бы про себя тихо-тихо помните что-то спеть и вспомните по этим точечкам, что же вы все-таки записали, да? Так, что еще? Дальше я хотела бы поговорить про функциональность. То есть какие функции, в каких тактах, как правило, диктантов преобладают. Но это будет уже после третьего раза. Игорь в следующий раз. Так, ну что я хотела про функциональность сказать. Первый такт это, как правило, зона тоники. То есть три звуча тоническая, ломаная, неломаная, секс-какорд тонический, ля-ду-фа, фа-ду-ля-ду-ля-ду-фа, ля-фа-ду-ду. Ну, по-разному, может быть, ля-ду-фа, например, начинаться. То есть что-то обязательно тоническое, как правило. Ну, не знаю, с Д7 кто-то начнет. Так, значит, первый такт это зона тоники. Дальше у нас может быть гуляние. Мы можем идти на вторую ступень и там на субдоминантовые три звучат прийти. И дальше четвертый такт наступает. В четвертом такте зона доминанты, как правило. Или тоже тоника с остановкой на пятой ступени. Может быть, либо тоника в четвертом такте, либо все-таки доминанты, что чаще. Вот у нас тут тоже так. Что это у нас такое было вниз? Ну, это думайте. И дальше, что у нас в пятом такте. В пятом такте есть диктант повторного строения. То же самое, что в первом, то есть зона тоники. Если не по второму стороне, там может уйти, быть уход в субдоминанту. Там пятый и шестой такт может быть какая-то секвенция. То есть там, например, пятый такт одно звено секвенции, потом шестой, например, на ступеньку или на две ступеньки ниже или выше. Но, как правило, все-таки ниже. Или это может быть субдоминантовый какой-нибудь трезвучий. И его развет в пятом такте. И его разрешение в шестом. Тонический секс такой. Ну, и обыгрываются вот эти функции. Такое может быть в пятом и шестом. В седьмом однозначная доминанта. Доминанта может быть либо в виде доминантового септ-аккорда, либо какое-нибудь любое обращение. Доминанта септ-аккорда. Секундный аккорд, тель-хварт-аккорд, квинт-аккорд. Или уменьшенный водный септ-аккорд. И последний такт, это, конечно, тоника. В любом виде может быть просто одна нотка, может быть три звучия вниз, может быть опевание, может быть там какой-нибудь вот такая вот фигурка. Но в конце мы завершим на тонике. Это по фигурке. Играя в следующий раз. Играя в следующий раз. Так, ну теперь я вам еще хотела сказать о том, как ритм проверять, стучать. Так, вот моя ручка переходит на нотку ре. Так, сколько это раз я вам уже сыграла? По-моему, она уже должна даже на мебель. То есть раза четыре я вам уже сыграла. Теперь, когда вы будете слушать в следующий раз, возможно, у вас уже большинство нот написано, можно заняться оформлением ритма. Хотя лучше, конечно, чтобы это шло параллельно. То есть вы пишете ноту, сразу пишете штили. Или хотя бы знаете, в каком такте вот вы стучите, например, четыре раза, либо четвертями стучите. Четыре раза простучали, так и закончился. А я улюбила всегда с детства стучать восьмушками. Потому что когда стучишь восьмыми, можно абсолютно точно определить, какая ритмическая модель в том или ином параде. Вот вы стучите, если вы простучали два раза, и на каждый раз была нотка, это восьмая. Если вы простучали два раза, была одна нота, это четверть. Шестнадцатых у нас тут нет. Так, про триоль я уже вам говорила. Дальше синхопа восьмая, четверть, восьмая. То есть раз, два и раз. Восьмая, четверсточка восьмая. Раз, два, три. Раз. Восьмая точка шестнадцатая. Раз, два и потом раз еще один. Давайте попробуем. Я вам сейчас помогу. Вы можете в левую руку взять канадашек, в правую, в смысле, ручку, которую будете стучать. Или лучше не ручку, чтобы это не мешало. Просто пальчиком можете спечать тихенько, да? Чтобы другим не мешалось. А правой рукой взяли карандаш и записали. Слушаем. Ну, как долго мы стучим. Половинные, половинные с точкой, целые ноты. На целую ноту мы аж восемь раз должны прослечать. На половину с точкой шесть раз, да? Ну, и сейчас я вам уже сыграю такой последний раз дежурный, рабочий. И скажу, сколько вам еще можно будет раз поставить этот диктант, послушать. И потом уже, ну, извините, закончилось время. Значит, сейчас мы с вами последний раз послушаем. Этот раз вы поставите себе еще, так сейчас скажу, раз, два, три, четыре раза. Еще четыре раза можно послушать. И потом уже будем проверять. Итак, последний дежурный раз, который вы отматываете, ставите себе четыре раза. Кроме того, что я сыграю. Слушаем. Ну, все, можете перематывать на начало вот этого раза, еще ставить себе четыре раза. И потом уже будем с вами проверять. Ну, что ж, посмотрите, как выглядел наш диктант. Фа, дя, дя, соль, дя, соль, дя, с четыре четверти. Ну, и начинаем проверять. Он был повторного строения. То есть то, что в первом такте у нас повторялось в пятом с небольшим изменением. В конце была большая целая нотка фа. Ну, и давайте разбираться. Значит, вначале у нас была зона тоники. Начали мы с пятой ступени. Вот мы не зря пересами развернули татаническое трезвучие. Фа, дя, соль, дя, соль, дя, соль. Вот мы с доди, сфа, дя, с этой квартой устойчивой и начали. До, фа и пошли вниз. Ми, ре, до, си, ля. Легко, в принципе. Во втором такте у нас было уменьшенное трезвучие с синкопой. Соль, си, ре, на пятой остановились половинка. Дальше у нас была триоль. И вот этот скачок на секс, то, который мы с вами пели, если помните, да. Ре, до, си, соль, фа. Верхний водный звук разрешили и начали крутиться вокруг фа. Ми, ди, с в гармоническом виде. Соль, ми, и вот между тактами у нас было доминантовое трезвучие вниз. Соль, ми, и на до. В четвертом такте вот она наша зона доминанты. До, и вот этот си диез, который хроматический звук мы с вами пели. Еще раз давайте самый сложный такт. Третий. Триоль, ре, до, си, скачок на секс, то. И пошли крутиться вокруг тоники. Соль, фа, ми, ди, с фа. И пошла доминанта. Соль, ми, до. Между тактами доминантовое трезвучие и си диез. И снова до. Вот наши качели тоже между тактами растянулись. До, диез, си диез, до, диез. И повтор. Повторного строения диктант. У нас еще раз 24-го такта. Два, три, четыре, пять, шесть. Си диез. И пошла вторая строчка. До, фа, ми, как в начале. Только вместо одного ля у нас. Мы пошли немножко вверх. Взяли, по-моему, тирный ритм, восьмая с точкой шестнадцатая. А потом мы с вами тоже это пели. Это был верхний титрахорд. Вергер, мелодический вид. До, ре, ми, фай. Снова на до скачок. У нас вот эта кварта прям вот лейтмотивом здесь идет. До, фа, до, фа, фа, до. Так, ну и в конце, конечно же, зона доминанты. Это доминантовый септаккорд вниз собственной персоной. Ничего больше не было. Только он. В каком же он был ритме? Четверть с точкой восьмая. Четверть. Четверть. Не забудьте, пожалуйста, вспомните о том, что нужно написать диез перед седьмой ступенью в доминант септаккорде. Иногда ребята пишут и соль ми, ну и все. Да, и он звучит так натурально. Никуда не тяготеет особо. И нам обязательно нужно написать ми диез вот этот вот. Да, седьмую ступень доминант септаккорде повысить. Ну и в конце, конечно, у нас тоника. Итак, следим теперь по записи. Исправляйте, пожалуйста, если у вас есть ошибки какие-то. И можете следить либо по своей записи, либо вот по моей. Сейчас сыграю еще раз. А вы посмотрите, как оно на самом деле было, чтобы разобраться полностью. Готовы? Можете даже подирижировать или постучать. Слушаем. Можете даже подирижировать или постучать. Диктант не самый простой. Но и, если разобраться, он и несложный. Желаю от души вам всем удачи на выпускных экзаменах. Потому что диктант – это полоценки, как правило, за весь экзамен выпускной. Диктант, а потом устный. Кто-то по билетам отвечает, кто-то вне билетов отвечает. ну как у вас в школе заведено, но диктант пишут все обязательно, желаю вам большой-большой удачи и работайте, пока еще есть такая возможность, пишите диктанты, чем больше вы пишете диктантов, тем легче потом будет вам, само оно ничего не сделается, вам надо просто писать, писать и писать, даже когда-то у автора сборника диктантов, по-моему, Месоедова спрашивали, что делать, ну не пишут диктанты, ну что же делать, они говорят, ну как что, писать, писать и еще раз писать, вот и все, желаю вам всем удачи. Продолжение следует...